Доброе утро! Мы продолжаем наш курс, который на самом деле называется Basic Neuroscience. И мы опять поменяли немножко последовательность лекций, чтобы некую логику изложения сохранить, поскольку в прошлый раз Михаил Юрьевич рассказал вам о механизмах синаптической передачи, то сегодня мы поговорим о механизмах синаптической пластичности. Интересно, вот эта линия. В принципе, название сегодняшней лекции, как оно было записано в курсе, это синаптические и несинаптические механизмы нейропластичности. И я бы не хотел немножко просто остановиться на терминологии. Вот, в принципе, термин нейропластичность, он в нашей стране и в нашем институте трактуется всегда очень широко. Он трактуется как любая пластичность, которая происходит с мозгом. И если мы, например, пойдем куда-нибудь, ну, например, в энциклопедию «Британику», откроем или еще какую-нибудь такую энциклопедию, и почитаем определение нейропластичности. Ну, вот как бы «Британика» дает такое определение, что нейропластичность – это способность нейронов и нервных сетей в мозге изменять свои связи и поведение в ответ на новую информацию, сенсорную стимуляцию, развитие, повреждение или дисфункцию. Ну, и кажется, действительно, это как бы такое всеобъемлющее определение, в которое можно вообще включить все, что угодно, и уж обучение, и память, естественно, в том числе. Но, если мы дальше продолжим читать эту статью, например, в «Британике», и оказывается, что она дает всего четыре типа нейропластичности. И, в общем-то, это все относится в большей степени к изменению представительства корковых функций у человека и животных. Ну, например, вот «Map Expansion» – это такой красивый и широко известный пример, ну, в данном случае это на обезьяне. То есть, у обезьяны есть в соматосенсорной коре представительство каждого пальчика – первого, второго, третьего, четвертого, пятого. И кончики пальчиков имеют свои собственные как бы подпредставительства внутри этой карты. И если обезьяну три месяца заставлять решать какую-то определенную задачку, используя только, например, кончики вот этих трех пальцев, то представительство вот этих вот окончаний пальцев, они увеличатся и будут занимать большее место в представительстве всего пальца в соматосенсорной коре. Ну и, похоже, вещь происходит у пианистов. Широко известно, что у них тоже представительства пальцев в соматосенсорной коре, они разрастаются и становятся гораздо больше, чем у обычных людей. Вот. Ну и так далее. То есть, многочисленные случаи, когда особенно в развитии какая-то часть мозга повреждается, и тогда соседние части как бы берут на себя ее функцию. Вот. То есть, в принципе, оказывается, что вот, ну и если там в Википедию открыть или что-нибудь, то мы увидим точно такую же трактовку нейропластичности. То есть, там действительно, как бы этот термин имеет более такие исторические корни, и как бы вот обучение и память в них не включают. Но это как бы так, лирическое отступление. Но, тем не менее, мы сегодня будем говорить о более как бы конкретных вещах, а именно синаптические и несинаптические механизмы обучения и памяти. Вот. И как бы всю остальную гигантскую область нейропластичности мы сегодня рассматривать не будем. Ну, прежде чем говорить о как бы клеточных механизмах, молекулярных механизмах обучения и памяти, и, естественно, это все рассматривается в той связи, насколько это можно и изучать на животных, нужно немножко определиться с тем, что вообще в данном случае мы понимаем под словом «память». Дело в том, что как бы то, что как бы в бытовых вещах мы называем памятью у человека, это лишь определенная форма памяти, которая называется эксплицитной или декларативной памятью. Это вот, собственно, то, что в языке памятью и называется. Память на события, лица, то есть память о том, как был устроен, скажем, вчерашний прожитый день, память на стихи и так далее и тому подобное. Это вот эксплицитная память, она называется еще декларативной, потому что вы можете как бы словами описать, собственно, субстрат этой памяти, декларативной. И она, в свою очередь, делится на две части. Это эпизодическая память, то есть память о каких-то событиях, которые происходили в течение прожитых дней жизни, и память семантическая о фактах, например, высота и фельдовой башни. Вот, собственно, что мы обычно в БТУ при разговоре друг с другом понимаем под словом «память». Но есть еще одна форма памяти, так называемая имплицитная или не декларативная, как бы в противовес эксплицитной. Это память на всевозможные моторные навыки, привычки, ну, например, моторный навык играть в футбол, в теннис и так далее. То есть это действительно тоже память, потому что вы этому учитесь, это тоже обучение, кататься на велосипеде и так далее. Это, ну, так, одно из вид памяти, процедурная, так называемая память. И эта память, в отличие от эксплицитной, она неосознаваемая, то есть ее можно назвать бессознательной памятью. И здесь есть два вида, ну, то есть самый простейший вариант – это так называемая неассоциативная память, это габитуация привыкания или синсетизация. Ну, что такое габитуация? Габитуация – это процесс, когда животное, скажем, на один и тот же повторяющийся стимул, начинает реагировать все меньше, 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 меньше. Оно просто привыкает к этому стимулу, потому что, как бы, понятно, что раз он повторяется и ничего не происходит, то никакой важной информации этот стимул не несет. И происходит привыкание. Но, в принципе, если задуматься, это действительно тоже форма памяти, потому что животное помнит, что было до этого, значит, оно как бы научилось не реагировать на этот стимул, который вот не представляет какого-то биологического смысла. Или, наоборот, синсетизация, когда, наоборот, какой-то очень сильный и часто болевой стимул приводит к тому, что животное начинает сильно реагировать на те стимулы, которые раньше были нейтральными. Это тоже форма простейшего обучения и простейшей памяти. Ну и нетрудно догадаться, что на животных, естественно, особенно на низших животных, на беспозвоночных, гораздо проще изучать именно имплицитную память, не декларативную. Но, забегая вперед, можно сказать, что молекулярные механизмы и той, и другой памяти, они, в принципе, одинаковы. Хотя, как бы, у высших животных различаются, скажем так, области мозга, которые вовлечены в эксплицитную и в имплицитную память. И в имплицитной памяти есть еще одна очень важная форма – это ассоциативная память. И здесь находятся условные рефлексы, классические условные рефлексы и оперантные условные рефлексы. Ну, как бы, естественно, говоря об условных рефлексах, нельзя не вспомнить Ивана Петровича Павлова, который, собственно, впервые и описал эту форму высшей нервной деятельности. Ну, если как бы коротко напомнить, что из себя представляет простейший условный рефлекс. Условный рефлекс всегда базируется на безусловном рефлексе. Ну, например, у собаки есть безусловный рефлекс, при виде пищи у нее выделяется слюна. Если представление пищи сочетать с каким-то стимулом, в данном случае этот стимул будет называться условным стимулом, а вид пищи – это безусловный стимул, так вот, после нескольких сочетаний формируется у животного стойкая ассоциация, и условный стимул начинает вызывать то, что раньше вызывал безусловный стимул. И вот здесь, на самом деле, самое важное для нас – это то, что для того, чтобы условный рефлекс выработался, ну, вообще выработался, должны быть определенные временные взаимоотношения между условным и безусловным стимулом, или как его иногда, ну, можно назвать подкреплением. То есть условный стимул всегда должен немного предшествовать безусловному стимулу. И вот это вот очень важное свойство условного рефлекса, которое проявляется на всех уровнях, на поведенческом, у всех, без исключения животных, там, от улитки до человека, что условный стимул должен всегда предшествовать немного во времени безусловному стимулу. И мы поймем, когда начнем разбирать, как бы, клеточные механизмы этих процессов, как вот это, да, то есть, собственно, что делает животное? Животное, оно определяет, что существует некая связь между двумя стимулами, да, то есть оно детектирует совпадение, да, то, что в английской литературе называется coincidence detection, что два события совпали, в данном случае звонок и вид пищи. И если они совпадают все время, на протяжении какого-то времени, значит, это совпадение не случайно, и его как-то можно использовать вот в своей дальнейшей жизни. Поэтому вот эта вот детекция совпадений, которая происходит на поведенческом уровне, вот мы дальше посмотрим, каким образом она реализуется на уровне клеток. Ну, наверное, ни одна лекция по механизмах памяти не обходится вот без этого человека, без этого пациента, который долгое время в литературе назывался пациент H.M., пока он был жив, как бы, в научной литературе, но после смерти в 2008 году его имя полностью стало известно. Чем же он знаменит? Знаменит он тем, что он с детства страдал эпилепсией височной, и, как бы, время тогда было простое, 1953 год, для того, чтобы, как бы, купировать эти приступы, врач-хирург решил удалить довольно большую часть височной коры, и слева, и справа, там, где располагались эпилептические очаги, и удалил, в общем, что называется, от души, удалил, как бы, оба гиппокампа, и левой, и правой, ну, и еще прихватил немножко там и от височной коры, вот. Ну, эпилепсия действительно стала получше, нельзя сказать, чтобы она прошла совсем, она стала лучше, но при этом этот человек потерял возможность формировать новые воспоминания со всем, то есть, да, при этом он остался полностью ментально сохранен, IQ его не изменился, он помнил все события, которые были до операции, все факты, школьную программу, все что угодно, решал кроссворды и так далее, но при этом он полностью лишен был возможности формировать новую декларативную память, ну, например, если вы входили в комнату с этим человеком, вы с ним здоровались, общались, представлялись, меня зовут так-то, меня зовут так-то, потом через пять минут вы выходили из комнаты, возвращались обратно, и снова все начиналось с того, здравствуйте, как вас зовут, и так далее, это вот описывал его лечащий врач неоднократно, то есть, новую информацию о декларативной памяти он формировать не мог вообще, при этом у него была сохранна рабочая память, ну, например, то есть, что такое рабочая память, это когда мы читаем номер телефона и держим его в голове, пока набираем номер, после того, как мы номер набрали, мы этот телефон забыли, вот это он сделать вполне мог, то есть, рабочая кратковременная память у него была сохранена, и, что еще очень важно, у него была сохранена имплицитная память, ну, например, вот широко известный пример, есть такая задачка, нарисовать какую-то фигуру, например, звезду, глядя не на руку с карандашом, а глядя на ее отражение в зеркале, ну, если вы, как бы, начнете выполнять эту задачу без всякого опыта, то вы будете делать очень много ошибок и, как бы, нарисуете сначала плохо, но потом, если тренироваться изо дня в день, то есть, глядя вот в отражение в зеркале, ошибок будет становиться все меньше и меньше и меньше. Так вот, этот пациент, лишенный обоих гиппокампов, в принципе, учился выполнять эту задачу точно так же, как и обычный человек. Вот на третий день он уже рисовал ее совершенно без ошибок, но при этом он, естественно, он совершенно не помнил о том, что он вообще раньше когда-то сталкивался с этой задачей, но просто вот вдруг оказалось, что он умеет это делать. Вот, таким образом, имплицитная память у него была сохранна. Ну, пациент, на самом деле, был такой, конечно, не один, и было и много других с разной степенью повреждения гиппокампа, но, в принципе, они все показывали примерно те же самые вещи. Там был знаменитый пианист, который, например, прекрасно играл и давал концерты, но потом после концерта он полностью вообще забывал о самом факте, что концерт был и так далее. То есть тут важно нам понять, что два этих вида памяти, они, ну, по крайней мере, у млекопитающих, они, как бы для них необходимы разные структуры мозга. И при нарушении, например, гиппокампа декларативная память исчезает, а вот имплицитная вполне себе сохраняется. Вот, ну, говоря о клеточных механизмах, а, да, еще один вот очень красивый пример, который позволяет увидеть разницу, опять же, на одном и том же животном между эксплицитным и имплицитной памятью, можно продемонстрировать, используя вот восьмилучевой лабиринт. Значит, если, скажем, поставить такую задачу, что в каждом конце этого лабиринта лежит пища, и тогда животное, ну, крыса, например, помещенная в этот лабиринт, довольно быстро научается обходить все рукава лабиринта и собирать пищу из каждого рукава. И как бы основная ее задача состоит в том, чтобы не случайно бегать в разные рукава, а обходить их так, что, то есть каждый рукав был бы посещен только бы один раз. И как оказывается, вот эта задача, например, эксплицитного обучения, потому что если у крысы удалить гиппокамп, то она с этой задачей не справится. Если же в том же самом лабиринте эту задачу немного модифицировать таким образом, что пищу положить только в некоторые рукава, и эти рукава, например, будут подсвечены светом, и все, что крысе нужно сделать, это научиться ходить только в те рукава, которые освещены. И вот эту задачу у крысы без гиппокампа прекрасно может научиться решать. И, собственно, вот это обучение будет являться именно имплицитным. Собственно, вот с нейронных механизмов имплицитного обучения мы и начнем. И начнем мы с вот этого знаменитого зверя, это аплизия калифорника, моллюск, или как его еще называют, морской заяц. Ну, как вы все знаете, на нем был сделан довольно такой значительный пул работ по изучению клеточных механизмов памяти. Ну, как мы сейчас с вами знаем, имеется в виду, естественно, имплицитная память, потому что, в общем, эксплицитно на этом животном выработать, ну, в общем, довольно сложно. И, естественно, это все связано с именем Эрика Кенделла. Собственно, за цикл этих работ он получил Нобелевскую премию, что, в общем, редкий случай он ее получил не за какое-то конкретное открытие, а именно вот за совокупность работ. Ну, собственно, вот так это выглядит. Это такая-такая большая довольно животина, наверное, в взрослом состоянии, пару килограмм весит. И здесь она вот выбрасывает чернильную жидкость, видимо, как-то ее побеспокоили. Значит, в норме она вот имеет такие складки мантии, которые закрыты. Если их, эти складки, открыть, то мы увидим, что внутри у нее есть… Да, не хочет он играть. А жаль. Нет, да, QuickTime, говорит, недоступен. Ну, ладно, да, потому что действительно хотел показать, почему. Потому что, в общем, вот и эта работа, ну, то есть она все знают, это то, что входит в практически школьные учебники, работа по изучению механизмов обучения памяти на Аплизии, на вот этом вот рефлексе отдергивания жабры. А, собственно, что из себя, как выглядит рефлекс отдергивания… Да. Давайте, да. Было видео, но оно из Ютуба, то есть оно действительно его можно… Ну, в общем, просто с собой нет или чего? Ну, или ладно, давайте, не будем. Ну, в общем, да, да, то есть действительно ссылка есть, и видео – это как раз лекция Кандела, вот, и на самого Кандела можно посмотреть и так далее. Ну, просто действительно интересно, потому что, ну, как бы все об этом говорят, а вот как это вообще происходит и как это выглядит, не очень понятно. Ну, тогда, в общем, объясню на картинке. Да, и тут вот я хотел бы сказать такую важную вещь, что вот эти вот работы на Аплизии, которые мы сейчас рассмотрим, мы это делаем совершенно не из-за исторической какой-то перспективы, да, чтобы просто понять, как шло развитие науки и что вот оно пришло к этому. Вот работы по клеточным механизмам памяти на Аплизии, они имеют очень важное преимущество, что как бы нейронная сеть, которая вообще лежит в основе поведения Аплизии, она очень простая. И поэтому здесь можно напрямую соотнести изменения в поведении с изменением в активности нейронов, в связях между нейронами. То есть можно нарисовать вот такие прямые связи, которые, естественно, на более высших животных, ну, сделать, естественно, что не так просто, просто из-за сложности нервной системы. Вот, это первая вещь. И вторая вещь, на самом деле, вот в конце лекции, если мы успеем, то мы рассмотрим новые совершенно работы, вот сделанные на этой же модели на Аплизии, которые, ну, в общем, можно сказать, чем-то переворачивают вообще представление там о механизмах обучения и память. И чтобы эти новые работы понять, нам, конечно, нужно знать, как устроена эта модель и что на ней происходит. То есть это вот абсолютно никакая такая, в общем, историческая вещь. Ну, да, но раз видео не работало, поэтому я объясню просто на словах. В общем, у Аплизии есть жабра, гилл, и есть сифон, это такая трубка, через которую она выбрасывает отработанную воду. И если прикоснуться к сифону, чем-то не очень, как бы, больно для животного, то оно в ответ на это сократит, ну, на самом деле, и сифон сократит, и жабру сократит. То есть это такой, ну, как бы рефлекс отдергивания, как мы отдергиваем руку от, не знаю, горячей сковородки. Но при этом это, да, не болевое воздействие. Это, соответственно, да, по-английски это называется гилл выздоровал рефлекс, ну, или сифон выздоровал рефлекс. Соответственно, нейронная сеть, которая лежит в основе вот этого рефлекса, она очень простая. Есть сенсорный нейрон, который иннервирует сифон и получает вот информацию о тактильном входе. И этот сенсорный нейрон, вообще говоря, связан одним синапсом с моторным нейроном, который иннервирует жабру и вызывает сокращение жабры. То есть это такой вот, ну, в некотором смысле коленный рефлекс. Есть еще, правда, и дополнительная связь через интернейрон, то есть сенсорный нейрон иннервирует также интернейрон, который в свою очередь иннервирует моторный нейрон. Но, в принципе, это, в общем, можно сказать, такая односинаптическая нейронная цепочка, которая лежит в основе вот этого простейшего рефлекса, рефлекса отдергивания жабры на тактильную стимуляцию сифона. Ну, и, соответственно, этот рефлекс, он демонстрирует вот, собственно, все формы и ассоциативные, и неассоциативные имплицитной памяти. Например, габитуация, привыкание. То есть если мы будем последовательно наносить тактильные стимулы на сифон, то первая реакция будет сильная, а потом все слабее, слабее, слабее. То есть животное привыкает. Что при этом происходит? При этом есть, да, вот как бы преимущество данной модели, что мы можем ввести электроды в эти нейроны, в сенсорные нейроны моторные, и увидеть, что при этом, при том, что при развитии габитуации, что происходит с этой связью. С аплизией можно работать как с целым животным, так можно работать с так называемым полуинтактным препаратом, когда извлекается мозг, и, собственно, в препарате остается только сифон, кусочек сифона, от которого идут нервы к центральной нервной системе, и нервы, которые нервируют жабру. Все остальное убирается. И вот даже на таком упрощенном препарате можно вызвать этот рефлекс, и можно вызвать все формы пластичности этого рефлекса, при этом регистрируя нейроны и смотря, что с ними происходит. Но забегая вперед, скажу, что ее еще можно упростить, эту систему, и тоже выработать все те же самые формы. И вот на таком полуинтактном препарате мы можем регистрировать сенсорный нейрон, регистрировать моторный нейрон, и видеть, что при этом происходит, при нанесении тактильного стимула, возникает потенциал действия в сенсорном нейроне и в ЭПСП в моторном нейроне. Но, соответственно, в каких-то нейронах это будут потенциалы действия тоже. Но тут важно понимать, что, естественно, у аплезии не один сенсорный нейрон и не один моторный нейрон. Это пол нейронов, это порядка сотни сенсорных и столько же моторных. И, естественно, между ними существуют связи, но как бы не все со всеми, но связанные клетки найти достаточно просто. Так вот, когда мы вызываем вот эту габитуацию, то, соответственно, ответ сокращения жабры уменьшается и параллельно уменьшается амплитуда ВПСП в связи между сенсорным и моторным нейроном. Ну и, собственно, механизм, который лежит в основе этого явления, это синаптическая депрессия. То есть, вообще говоря, происходит истощение пула медиатора, который реддит релиз пул в процессе такой ритмической стимуляции, и поэтому количество медиатора уменьшается, и ВПСП падает. То есть, если подождать какое-то время, например, час, пул, готовый к выбросу медиатора, восстановится, и ответ восстанавливается. Но, тем не менее, это простейшая форма обучения неассоциативного габитуации. Другая форма обучения, которая на аплизии применяется, ну и которая, естественно, и более интересна, и больше имеет значение для нас, для понимания вообще, как устроен механизм памяти и на высших животных, это сенситизация. Значит, тот же самый рефлекс, рефлекс отдергивания жабры, мы его тестируем точно так же, тактильной стимуляцией сифона, но в какой-то момент мы наносим сильное болевое раздражение на хвост животного. Ну, чаще всего это электрошоу. Что же происходит при этом? Есть также группа сенсорных нейронов, которые воспринимают вот эту болевую информацию от раздражения хвоста, и эти нейроны активируют так называемые фасилитирующие интернейроны. Ну, в принципе, их несколько типов, но самый как бы основной, который принимает участие в этой сенситизации, это серотонин, содержащий нейроны. Так вот, при вот этой сильной стимуляции происходит выброс серотонина. Соответственно, рецепторы к серотонину есть и на прессинаптическом, и на постсинаптическом нейроне. И вот этот серотонин, он вызывает увеличение ответа. Собственно, что происходит после вот такого стимула? Тот же самый тактильный стимул вызывает гораздо больший ответ, большее сокращение жабры. Ну, и мы видим, что это происходит за счет потенциации в данном случае, увеличения вот этой синаптической связи между нейронами, которая выражается в виде увеличения ВПСП в моторном нейроне в ответ на потенциал действия в сенсорном нейроне. Ну, и механизм молекулярной вот этой сенситизации, он был очень подробно исследован и группой Канделлой, и другими лабораториями. Ну, собственно, говорят, что там лет 40 тому назад на Society for Neuroscience половина докладов делалась на Аплизии, что показывает, в общем, сколько было, конечно, направлено усилий на то, чтобы вот раздраконить все вот эти вот молекулярные механизмы. Ну, вот, собственно, первый механизм, который вот Канделл и нашел, и долгое время он был фактически единственным, который объяснял. Механизм предложен был такой, что серотонин… Да, еще важно сказать, что вот эта вот форма пластичности, она называется гетеросинаптическая пластичность, поскольку гетеро значит другой, что здесь другой синапс, в данном случае серотониновый, вызвал вот эту вот пластичность. А, например, то, что мы предыдущие смотрели привыкание, это пример гомосинаптической пластичности. То есть только тут сам этот синапс, он и вызвал вот это вот изменение. Только он и участвовал вот в этом процессе. То есть это вот такая разница. То есть гомосинаптическая тот же синапс, гетеросинаптическая другой синапс является облегчающим синапсом. Ну и, собственно, вот первая, как бы, Канделловская находка о молекулярных механизмах вот этой синстезации была такая, что серотонин, который выбрасывается из фасилитирующего интернерона, связывается с рецептором в пресинаптическом нейроне и активирует аденелациклазу. И затем, как в свою очередь, производит циклический аденозин монофосфат, происходит активация протонкиназа А, и протонкиназа А фосфорилирует калиевый канал, потенциалозависимый калиевый канал. Этот канал от этого закрывается, и происходит расширение потенциала действия. Поскольку происходит расширение потенциала в действии, клетка больше остается в дополяризованном состоянии, соответственно, дольше открыты потенциалозависимые кальциевые каналы, в клетку входит больше кальция, выбрасывается больше медиатора, и отсюда происходит потенциация этого синапса. Но потом оказалось, что да, это все происходит, но вот этот процесс оказывает не очень большой вклад в увеличении эффективности этой передачи. И тогда нашли другой механизм через активацию протонкиназа С, которая уже различными сложными механизмами вызывает увеличение выброса медиатора. Это у нас была часть неассоциативного обучения и неассоциативной пластичности. Но используя этот рефлекс, рефлекс отдергивания жабры, можно вызвать и ассоциативное обучение, то есть можно выработать классический павловский условный рефлекс. Для этого нужно стимуляцию сифона, тактильную стимуляцию легкую, то есть условный стимул, сочетать с применением безусловного стимула. Причем делать это нужно, как мы говорили, когда говорили про собаку, с небольшим временным отставанием. То есть безусловный стимул должен происходить чуть позже, чем условный стимул. И если давать несколько, да, но при этом применяется более слабая стимуляция, чтобы уменьшить неассоциативный компонент синстезации. Так вот, оказалось, что если проводить вот такие сочетания, тактильная стимуляция сифона и болевой стимуляции электрического шока на хвоста, то через некоторое время сама по себе тактильная стимуляция будет вызывать сильные сокращения жабры. При этом, если давать те же самые стимулы, но не в паре, то есть разнесенные, то тогда, ну через какое-то время, когда проходит все-таки синстезация от самой стимуляции хвоста, мы видим, что потенциация не развивается. То есть животное, ну то есть в данном случае, можно сказать, полуинтактный препарат, научается как бы детектировать совпадение, да, что вот эти два события, тактильная стимуляция и болевая стимуляция, они происходят все время вместе, это значит, что они совпадают не просто так, да. Значит, вот эта вот тактильная стимуляция сифона имеет какое-то значение, и, в общем, нужно как бы на него тоже реагировать оборонительной реакцией. Значит, какой же механизм был предложен, вот как бы такой молекулярный детектор совпадения в данном случае? Механизм был предложен такой, что когда у нас происходит стимуляция, тактильная стимуляция сифона и прессинаптический нейрон активируется, сюда приходят потенциалы действия, и в клетку входит кальций. И за счет, ну, в общем, наличия буферной емкости прессинаптической кальциевый сигнал, он достаточно медленный, то есть это сотни миллисекунд, в отличие от очень быстрого, то есть он сохраняется в клетке гораздо дольше, чем, скажем, длится потенциал действия. Так вот, вот этот вот кальциевый сигнал, который вызывается просто нормальной синаптической передачей, он, кальций связывается с кальмодулином, и вот этот комплекс, он как бы праймирует аденела циклаза. То есть когда кальмодулин активировал аденела циклаза, то она находится в таком праймированном состоянии и гораздо сильнее, скажем так, отреагирует уже на последующую активацию серотонином. И тогда становится понятным, вот вообще говоря, вот эта вот последовательность, что почему, соответственно, да, когда уже на праймированной аденела циклазу действует серотонин, то все происходит то же самое, но происходит гораздо более мощная активация протенкиназа А. И, как мы дальше увидим, она транслацируется в ядро и вызывает там увеличение синтеза новых генов и так далее. То есть здесь в качестве вот такого молекулярного детектора выступает именно аденела циклаза. И понятно, что это все будет работать только когда соблюдается вот такая вот последовательность. То есть пришел, безусловно, стимул, прошли потенциалы действия, вошел кальций. И пока она аденела циклаза праймирована, небольшое временное окно, там порядка нескольких сотен миллисекунд, если в этот момент приходит подкрепляющий стимул, то происходит детекция совпадения и происходит сильная активация протенкиназа А и значительная потенциация. Так вот, если уровень активации протенкиназа А достаточно высок, что может произойти или из-за сочетанной стимуляции, выработки условного рефлекса, или даже при повторяющейся несочетанной стимуляции, то есть, собственно, вот эта вот долговременная синтезация, ну, это такой основной, основная, пожалуй, парадигма обучения на аплизии, это опять неассоциативная форма обучения, то есть, здесь используется только болевая стимуляция, то есть, только безусловный стимул, или, например, только серотонин, но неоднократно. Ну, вот на аплизии это найдено было такое магическое число пять раз, то есть, если пять раз с каким-то временным расставлением произвести вот это фасилитирующее воздействие или просто пять раз апплицировать серотонин, то происходит мощная активация протеинкеназы А, которая уже может транслорцироваться в ядро клетки, и здесь, ну, запускается довольно сложный процесс, то есть, она связывается, она активирует транскрипционный фактор КРЕП, КРЕП-1, который связывает, соответственно, с пилком CBP, и, ну, то есть, действительно, машинерия довольно сложная, но важно понимать, каков результат ее действия. Результат ее действия – два. То есть, вернее, результат ее действия, скажем так, один – это запуск синтеза генов, которые до этого были в спящем состоянии. Причем происходит это как по классическим механизмам, так и с использованием эпигенетическим механизмом, потому что этот комплекс, он вызывает ацетилирование гистонов, то есть гистоны – это молекулы белковые, которые сидят плотно на ДНК и, в общем-то, мешают синтезу МРНК. Так вот, активация КРЕП, она в итоге вызывает ацетилирование гистонов, они немного отходят от ДНК и дают ей возможность синтеза МРНК. Ну и плюс есть и прямое, естественно, действие, когда, поскольку это транскрипционный фактор, он вызывает, то есть он садится на ДНК, вызывает синтез новых ранних генов, которые вызывают синтез поздних генов. То есть и с классическими генетическими механизмами, и с эпигенетическими механизмами происходит долговременное усиление синтеза новой МРНК и синтеза новых белковых продуктов. Для чего нужны эти продукты? Продукты эти нужны для строительства новых синапсов. И, собственно, механизмом вот именно долговременного, да, то есть вот эта вот синстезация, на удивление, она, то есть вот то, что мы с вами разобрали, вот ее кратковременные механизмы, то, что действует прямо в синапсе, и происходит, и вменение активности калиевых каналов, и увеличение выброса, это все кратковременные механизмы, которые обеспечивают хранение вот этого как бы памятного следа на протяжении там, ну, часа-двух. И на удивление, что вот эта вот синстезация может храниться долго, даже днями. И понятно, что здесь уже нужны какие-то более долговременные механизмы. Так вот, эти долговременные механизмы, они включают в себя запуск синтеза новых генов, и, соответственно, происходит рост новых синапсов между вот этими нейронами, и за счет вот образования новых синапсов и происходит вот такое долговременное усиление вот этой связи. Да, и справедливости, ради, надо сказать, что вот это вот такая была как бы канделовская красивая, очень любимая им теория, что у аплизии все механизмы исключительно просинаптические, и это такое вот как бы в эволюции происходит такая эволюция механизмов пластичности. То есть у, скажем так, у моллюсков механизмы исключительно просинаптические, а потом они, потом подключается в процессе эволюции постсинаптический компонент, и у там совсем высших животных в некоторых случаях она принимает только постсинаптические формы. Вот, но параллельно вот как бы с этим сработает, с разработкой вот этой как бы мейнстримовой гипотезы в Америке, ну вот главным образом работами Дэвида Глянсмана продвигалась другая теория, концепция, что нет, действительно у аплизии, при том, что никто не оспаривает, что серотонин является вот таким вот фасилитирующим агентом, но постсинаптические механизмы присутствуют тоже, и эти постсинаптические механизмы похожи на то, что мы наблюдаем у млекопитающих, то есть это как бы встраивание новых рецепторов в постсинаптическую мембрану и так далее. Ну, в принципе, как бы финально Кенделл, он принял эту концепцию тоже, но все равно он как-то старается, потому что она, конечно, портит вот всю красоту, созданные вот им идеи, поэтому, в общем, он ее так старается особенно не рассматривать. Вот, и, значит, как мы с вами уже говорили, что прелесть вот этой модели аплизийной, что она допускает множественные уровни упрощения, то есть есть целое животное, на котором можно выработать вот эти все пластические изменения, потом можно перейти на уровень полуинтактного препарата, и крайний уровень упрощения этой модели можно спуститься к двум нейронам, то есть вытащить сенсорный нейрон, вытащить моторный нейрон, посадить их в чашку Петри, и они образуют культуру, и будут в культуре нейронов расти, и образуют именно те связи, которые у них были в целом мозг. И тут вот такое отличие культур нейрональных, полученных из моллюсков, в отличие от позвоночных, что нейроны не устанавливают связи все со всеми, а делают в основном такие связи, которые вот у них были в целом мозге. То есть, ну вот здесь сидит два мотонейрона, один мотонейрон, второй мотонейрон, и вот сидит маленький сенсорный нейрончик, который образовал, вот дает два отростка, и образовал два синапса с моторным нейроном. Соответственно, в эти нейроны можно ввести электрод внутриклеточный, можно вызвать потенциал действия в сенсорном нейроне и зарегистрировать ВПСП в моторном нейроне. Тут, кстати, надо оговориться, что в принципе у моллюсков нет вот такого четкого разделения на аксон и дендрит, как это есть у, скажем, лекопитающих, но часто отростки называют просто нейритами. То есть в данном случае это выглядит как будто, что вот этот нейрит образовал синапс с нейритом другого нейрона. И самое удивительное, что вот на вот этой простейшей системе, состоящей из двух нейронов, сенсорного и моторного нейрона, можно выработать все те же как бы виды пластичности, которые мы вырабатывали на целом животном и на полуинтактном препарате. И эти как бы виды пластичности будут подчиняться все тем же закономерностям. Ну, например, можно подвести пипетку с серотонином и апплицировать серотонин вот прямо на сам синапс между сенсорным и моторным нейронами. Оказалось, что если апплицировать серотонин один раз и потом отмыть, то возникает кратковременная фасилитация вот этой вот синаптической связи, то есть ВПСП увеличивается на какое-то время, там через час уже приходит в норму. Если же апплицировать пять раз серотонин с небольшим разделением, то вот это вот увеличение эффективности вот этой синаптической связи, оно будет долговременным. То есть можно на следующий день взять эту же чашку, вот прелесть как бы препарата, найти те же самые нейроны, на которые мы вчера наливали серотонин, и опять измерить, заново ввести в них электроды, и опять измерить амплитуду ВПСП. И мы увидим, что на следующий день, то есть через 24 часа, амплитуда ВПСП будет увеличена. То есть как бы вот сформировался след памяти, который вот долговременный, и его можно вот так вот, что называется, вживую увидеть. И здесь мы вот сталкиваемся с первым очень важным таким элементом синаптической пластичности, это синапс-специфичность. Что такое синапс-специфичность? Если мы наносим серотонин вот так вот локально только на один синапс, а другой не трогаем, то потенциируется у нас только один синапс, а второй не изменится. И вот такой эксперимент сразу поднимает вопрос, а как же так? Если мы знаем, что долговременная память, она связана с запуском экспрессии новых генов, синтеза новых продуктов, то как же тогда можно обеспечить вот такую вот синапс-специфичность? То есть откуда вот эти новые продукты новых генов будут знать, что им нужно идти сюда, а не в другой синапс? И тут можно сделать тоже очень красивый эксперимент, который заключается в следующем, вот на этой вот системе. Ну, как мы уже знаем, что однократная аппликация серотонина вызывает только кратковременную фасилитацию, которая пропадает через час, а пятикратная вызывает долговременные изменения, которые хранятся там сутки и больше. Так вот оказалось, что если одновременно, да, то есть если их делать по раздельности, то здесь будет только кратковременная, здесь долговременная. Но оказалось, что если одновременно на два синапса, на один нанести пятикратное, пятикратно апплицировать серотонин, а на один однократно, то вот этот синапс, на который однократно апплицировали серотонин, он на следующий день тоже покажет потенциацию. То есть он каким-то образом сможет использовать вот то, что на соседний синапс, ну как на соседний, ну просто на другой синапс нейронов было оказано вот такое вот сильное воздействие. И вот этот эксперимент лег в основу тоже очень важной концепции вообще в теории синаптической пластичности, которая называется, ну по-английски называется capture или захват, наверное, по-русски можно сказать. То есть этот синапс, он от того, что как бы в нем, то есть однократная аппликация серотонина, мы видим, что ее не хватает для того, чтобы запустить синтез новых генов и обеспечить механизмы долговременной пластичности. Но, по всей видимости, вот такое вот однократное применение серотонина, оно каким-то образом позволяет этому синапсу использовать продукты новых генов, которые вызваны вот этим вот более сильно фасилитированным синапсом. И это привело к концепции так называемого синаптического мечения или теггинг, как его по-английски называют. То есть в синапсе образовалась некая метка, некий такой флажок, который говорит о том, что окей, я потенциирован и готов использовать как бы новые строительные элементы для того, чтобы эту потенциацию поддерживать. И, соответственно, понятно, что новые вот эти вот продукты синтеза, понятно, что они, в общем-то, идут безадресно в нейроны, но воспользоваться ими могут не все синапсы, а воспользоваться могут ими только те синапсы, у которых вот так или иначе вот это каким-то таким воздействием фасилитирующим эта метка возникла. Ну, возникает вопрос о каким образом... Да, это на самом деле очень важная вообще вещь, вот это вот синаптическое мечение. Мы дальше будем об этом говорить, когда перейдем уже к механизму пластичности у позвоночных животных, потому что, ну и вот забегая вперед, можно сказать, что, в принципе, вот тот факт, что синаптическая пластичность является основным механизмом и памяти, это вообще говоря, ну, такая гипотеза, такая довольно мощная гипотеза, подтвержденная, но тем не менее она гипотезой остается, и чем дальше, тем больше людей пытаются ее оспорить. И одна из претензий к этой гипотезе состоит именно в том, что, ну, вообще говоря, белки и вообще живые молекулы, из которых состоит синапс, они имеют небольшое время жизни. Там, ну, сколько белок живет? Ну, день. И как тогда у нас может храниться воспоминание годами, если субстрат этой памяти, он вот такой нестойкий. И как раз вот эта вот концепция синаптического мечения, она позволяет преодолеть короткое время жизни, например, белковых молекулами тем, что активированный синапс, в нем как бы поднимается такой флажочек, что потенциация произошла. И в дальнейшем этот флажочек как бы привлекает новые белковые молекулы, которые заменяют старые. И таким образом, естественно, сами молекулы встраиваются, то есть рождаются и умирают, но они поддержат вот этот меченый синапс в таком потенцированном состоянии. Он уже может храниться, ну, существенно дольше, чем время жизни молекул. Соответственно, возникает вопрос, а какой вообще может быть механизм вот такого синаптического теггинга, не мечения вот этого синапса? То есть, понятно, что это должен быть какой-то самоподдерживающийся процесс, который может довольно долго существовать. Ну, вот для аплизии был предложен такой механизм. Существует такой белок CPEB, который может связываться с РНК, который до того, как он связался, находится в спящем состоянии, и с нее не происходит, и трансляции не происходят. Да, и было показано, что если этот белок в синапсах аплизии заблокировать, то вот этих вот долговременных изменений не происходит, новые синапсы не растут. Так вот, было показано, что МРНК этого, ну, вообще это как бы известная вещь, что МРНК, с нее синтезируется белок не только в теле клетки, но может быть такой процесс, как сама МРНК транспортируется в пресинаптические окончания, и там происходит локальный синтез тех или иных пептидов. Так вот, МРНК вот этого белка CPEB, она находится в синапсах в неактивном, таком спящем состоянии. И предполагается, что когда воздействует серотонин, причем серотонин может воздействовать и однократно, то есть то воздействие, которое не вызывает долговременность, которое не может еще запустить вот саму в себе экспрессию генов. Вот это вот однократное воздействие, оно каким-то образом снимает вот этот вот трансляционный блок, и с этой РНК этого пептида начинается синтез новых пептидов. И вот этот пептид обладает свойством, вот есть такие прионные белки, которые вызывают такое, то есть как бы, ну, в принципе, они патологические белки, которые вызывают определенные заболевания, там коровьи бешенства и так далее. И основная идея этих прионных белков, что они как бы как катализатор вызывают неправильное складывание, то есть как вот кристаллик, когда выращивается кристалл, мы помещаем за травку, какой-то маленький кристаллик, и она уже говорит другим молекулам, как нужно складываться. Так вот эти прионные белки, они как раз вот имеют такую способность как бы заставлять другие соседние белки складываться неправильным образом и формировать различные агломераты довольно большие. Ну, как вот у Ванагута было в колыбели для кошки, что там этот лед-9, который вот попадал и вызывал кристаллизацию, неправильную кристаллизацию воды во всем мире. И вот можно было бросить один кристаллик, и тут же вот этот процесс кристаллизации по всему миру идет и вызывает конец света. Так, в общем, и действуют и вот эти прионные белки, что когда их много, они вот начинают неправильно кристаллизоваться и образовать такие конгломераты. Так вот этот вот пептид CPEB, он не является прионным белком, но он обладает их свойством. То есть когда его концентрация, да, превышает какую-то определенную, он тоже начинает вот как прионы складываться в такие, грубо говоря, кристаллы. И удивительным образом, только вот в виде вот таких кристаллов он и активен. И когда он активен, а как мы помним, этот белок, этот пептид, он связывается с МРНК и вызывает ее трансляцию. Так вот, когда уровень этого белка повышается выше какого-то определенного значения, он начинает складываться в конгломераты, эти конгломераты становятся активны, и они снимают вот этот трансляционный блок со своей собственной МРНК, и как бы процесс закольцовывается, и такое происходит самоподдержание, то есть самоподдерживающее увеличение концентрации вот этого, ну, прионоподобного, скажем так, белка. Ну и, соответственно, вот этот вот в активированном состоянии, он снимает трансляционный блок не только с себя, но и снимает трансляционный блок с других МРНК, которые тоже сюда были транспортированы, и с них уже синтезируются белки, актин, тубулин, который необходим для того, чтобы росли новые синапсы. И таким образом вот эта вот метка, который, вот этот флажочек, который был запущен, в данном случае, однократным воздействием серотонина, он позволяет этому синапсу использовать, ну, вообще говоря, то, что ему было не предназначено, скажем так, что было предназначено вот для этого синапса, который был активирован сильно. Ну, вот это вот один из вариантов таких предложенных для вот такой вот поддержания долговременной метки, который был показан для синапсов аплизии. Ну, теперь мы перейдем к к млекопитающим сразу перескочим на уже объект, который, ну, гораздо ближе, скажем так, к человеку по обучению памяти, у которого уже можно вызвать и имплицитные, и эксплицитные виды памяти. Вот, но начнем мы также с имплицитной памяти, а именно с условных рефлексов, причем простейших условных рефлексов, которые, которые, вообще говоря, вот можно выработать, как мы видели, и на аплизии, и на крысе, или мыши. Вот, и мы возьмем вот такой самый простой условный рефлекс. Если мы возьмем животное, подадим какой-то тон, звук, и этот звук сочетаем с ударом тока. То есть после такого сочетания сам по себе уже звук будет вызывать, ну, будет вызывать, на самом деле, страх. И это такая очень одна из самых любимых, на самом деле, моделей вот обучения памяти на грызунах, так называемый fear conditioning. По-русски ее называют условно-рефлекторное замирание. Собственно, как бы аплизия в такой ситуации втягивала жабру, но мышь в такой ситуации просто боится. Она сидит и боится. И вот, собственно, то, как она боится, это и регистрируется вот в виде замирания. То есть она перестает двигаться, перестает вчитать груминг и так далее. Вот. И да, причем этот процесс настолько сильный, что он может быть выработан вообще через однократное сочетание. То есть если электрический шок довольно сильный, то один раз достаточно вот так вот сочетать, и мышь потом будет всю жизнь этого тона бояться. И это такая простейшая форма имплицитного обучения, простейший условный рефлекс. Тут, кстати, справедливости ради надо сказать, что вот чаще всего вот эта вот реакция условно-рефлекторного замирания или fear conditioning ее проводят в более сложных условиях, когда не только тон используется в качестве условного стимула, но и, собственно, то, как выглядит вот эта клетка, в которой происходит вот это обучение. То есть ее запах, ее вид. Иногда специально помещают на стенке какие-то значки, чтобы ввести вот элемент такого контекстуального обучения. И если вот такой вот контекстуальный элемент введен, то это уже будет обучение гиппокам-зависимое, которое с элементами эксплицитной памяти. Вот. Поэтому мы здесь вот рассматриваем, мы его отбрасываем в данном случае, вот этот вот контекстуальный элемент, и оставляем только простое сочетание тона с шоком. То есть вот все, что, все остальное в данном случае мы не рассматриваем. Ну и оказывается, что, в принципе, нейронные механизмы вот этой реакции, ну, они, конечно, не столь простые, как у аплизии, но, тем не менее, до них тоже можно добраться, их тоже можно регистрировать. Ну, известно, что вот у животных и у человека есть такое подкорковое ядро амигдала, которое, в общем, связано с ощущением страха. И даже были описаны пациенты, у которых была амигдала там удалена по каким-то причинам. Эти люди, как бы, страха, у них, как бы, было чужд понятие страха. И, значит, в амигдале есть латеральное ядро амигдала, которое получает в себя сенсорную информацию, ну, в общем-то, всех модальностей. Например, к нему приходит информация от звукового таламуса о звуке, и также от самоценсорного таламуса приходит информация о болевом воздействии, собственно, об электрическом шоке. Это так называемый прямой путь. Ну, и вся та же информация может достигать латерального ядра амигдала через неокортекс, в данном случае через слуховую кору и через самоценсорную кору. И вся эта многочисленная информация, вот сенсорная, болевая, она стекается вот в это латеральное ядро амигдала. И оказалось, что если вот вставить электрод экстраклеточный в это латеральное ядро и регистрировать ответ на звуковой стимул, то, в общем, вот будет некая амплитуда этого ответа. И если провести вот такое кондишенинг, такую выбрутку этого условного рефлекса, то потом тот же самый тон будет вызывать гораздо больший ответ в этом ядре. Здесь можно тоже пойти по аналогии с аплезией вот на уровень, ну, не полуинтактного препарата, это все-таки, да, уровень изолированного мозга, сделать срез, который содержит латеральное ядро амигдалы. И, ну, в принципе, нам достаточно просто аксоны, которые, таламические аксоны, которые приходят из таламуса к этому ядру или аксоны, которые приходят из неокортекса. Так вот, если поставить стимулирующий электрод и раздражать вот эти вот аксоны или из таламуса или из кортекса, а также регистрировать экстраклеточный ответ в латеральном ядре, соответственно, вот на этом графике представлены вот эти вот ответы, вот синенькие, то есть каждая точка – это стимуляция, однократная стимуляция вот этих вот сенсорных аксонов, которые вызывают вот такой вот ответ. Так вот, если в какой-то момент времени дать очень сильную стимуляцию, это происходит что с одним ходом, что с другим, эта сильная стимуляция как бы у нас имитирует вот сильное болевое воздействие и воздействие какое-то звуковое. Так вот, после такой вот сильной стимуляции мы видим, что амплитуда ответов резко возросла, да, то есть то же самое, что и происходит при настоящем обучении. То есть вот возникает процесс, который называется так называемая долговременная потенциация ответов. Интересно, что, как и на аплизии, эта потенциация связана с активацией протонкиназа А, то есть если ее заблокировать, то потенциация пропадает и имеет в основном постсинаптическую как бы манифестацию, связанную с встраиванием новых рецепторов. Но мы здесь не будем останавливаться на механизмах, потому что мы будем подробно разбирать механизмы долговременной потенциации на гиппокампе. Вот, в принципе, здесь они в данном случае схожи. Ну ладно, наверное, тогда мы кое-что пропустим. Ну, собственно, вот мы добрались до гиппокампа, который был удален у пациента HM, и в результате чего он не мог формировать новые эксплицитные воспоминания. Значит, если короткратко остановиться на структуре гиппокампа, гиппокамп имеет входы от антринальной коры, и, собственно, он имеет два входа. Ну, то есть все вместе, это называется перфорантный путь, вход от антринальной коры, и он делится на так называемый прямой путь. Да, в гиппокампе есть несколько областей клеточных, которые связаны все друг с другом. Но в данном случае в упрощенной схеме мы будем использовать только зубчатую фасцию, нейроны СА3 и нейроны СА1. Так вот, нейроны СА1, получается, что они получают вход двумя способами. Прямым путем это аксоны пирамидных нейронов антринальной коры и непрямой путь, так называемый трисинаптический путь, который идет сначала к гранулярным клеткам, потом СА3, потом опять же приходит в СА1. И получается, что нейроны вот этого поля СА1, они получают возможность сравнивать информацию, поступающую по прямому и вот этому непрямому трисинаптическому пути. Ну, как мы с вами видели, что просто гиппокамп, он важен для декларативной памяти. И помимо этого в 1973 году Блиссом и Лома было обнаружено, что синаптические связи в гиппокампе, они чрезвычайно пластичны. И очень легко вызвать их долговременные изменения. Ну, собственно, и вот то, что мы сейчас знаем, как долговременная потенциация ЛТП, это именно пошло из гиппокампальной работы вот этой вот Блиссом и Лома. Ну, изначально они стимулировали перфорантный путь и регистрировали нейроны на зубчатой фасции гранулярной, но в принципе ЛТП долговременную потенциацию можно вызвать в любом из синапсов гиппокампа. Ну, вот одна из наиболее часто используемых моделей это стимуляция так называемых колтералей шафера, это аксона нейронов СА3, а регистрация от нейронов СА1. Собственно, все очень похоже на то, что мы видели с амигдалой, то есть происходит стимулирующий электрод, часто просто биполярный металлический электрод. Он дает короткие стимулы, которые активируют какое-то количество аксонов, и экстраклеточно мы регистрируем такую суммарную популяционную активность нейронов в СА1. И вот каждый стимул, он дает некую реакцию, некоторый ответ, у которого есть амплитуда, которую можно померить и отложить. Если в какой-то момент времени дать сильное раздражение титаническое, скажем, с частотой 100 Гц, то после вот такого сильного раздражения амплитуда ответов возрастает и держится увеличенной долгое время. Собственно, то же самое мы и видели и на Аплизии, когда после воздействия серотонина амплитуда ответов, а и амплитуда ВПСП между сенсорным и моторным нейроном возрастала надолго. Вот, собственно, вот этот феномен, он получил название долговременной потенциации. И, ну, во-первых, гиппокамп, как мы уже знаем, очень важен для обучения и памяти, и, в общем, многочисленных экспериментах и на животных. Это было подтверждено. Больше того, можно отдельно разрушать разные области гиппокампы, смотреть, как именно это приводит, каким дефицитом памяти. И плюс модель, как вот это вот именно срез гиппокампа, оказалась очень удобной для изучения клеточных и молекулярных механизмов синаптической пластичности. Оказалось, что, в принципе, все три главных синапса в гиппокампе, на них на всех трех можно вызвать долговременную потенциацию. Но, что интересно, механизмы вот этой потенциации молекулярные, они в разных синапсах отличаются. Ну, например, в синапсах между коллатералями Шафера и нейронами С1 потенциация зависит от НМДА-рецепторов. Как мы помним, в синапсе есть, но мы сейчас чуть позже более подробно это рассмотрим, но мы должны помнить, что у нас в синапсе, в глутамотергическом, да, то есть эти все синапсы глутамотергические. Что интересно, на Аплизии вот эта вот связь между сенсорным и моторным нейронами тоже глутамотергическая. Что есть два типа рецепторов АМПа и НМДА, и вот эта вот потенциация, вот эта вот ЛТП между коллатералями Шафера и С1, она зависит от наличия и функционирования НМДА-рецепторов. То есть если НМДА-рецепторы заблокировать, то ЛТП в этих синапсах не обнаружат, не будет развиваться. В синапсе между, то есть аксоны нейронов антринальной коры и пирамиды С1, здесь потенциация зависит как от активации НМДА-рецепторов, но также от активации потенциалозависимых кальциевых каналов. То есть, собственно, для того, чтобы развилась вот эта вот потенциация, нужно, чтобы кальций вошел и через НМДА, и через потенциалозависимые кальциевые каналы. А в синапсе между мшистыми волокнами и нейронами СА3 здесь, наоборот, вот эта потенциация не зависит от НМДА-каналов. Больше того, оно имеет прессинаптическую природу и в этом смысле очень напоминает потенциацию в нейронах аплизии, также зависит от активации протенкиназа А. Мы с вами подробно рассмотрим механизм индукции поддержания именно долговременной потенциации между коллатералями и шафера по той простой причине, что потенциация вот этого синапса, она имеет важное свойство ассоциативности. Как мы видели, ассоциативность важна и на поведенческом уровне для животного, чтобы выработать условный рефлекс, чтобы ассоциировать, чтобы провести детекцию совпадений двух важных событий. Она происходит и на аплизии. Мы видели, что механизмом детекции совпадений на аплизии служит адреневация класса. Вот здесь, на этом синапсе, и вообще надо сказать, что основные нейроны нашего с вами мозга, неокортекса, так называемые пирамидные нейроны, которые называются principal cells, principal neurons, они все глутаматергические. И, соответственно, они между собой образуют также глутаматергические синапсы, в которых также есть два типа рецепторов AMPA и NMDA, и, собственно, связи между… То есть, если вот пытаться как бы моделировать, вообще говоря, работу сетей головного мозга, то понятно, что все principal cells, они все глутаматергические, и связи между ними, они обладают вот теми же свойствами. Ну, как бы там, естественно, молекулярные детали везде могут отличаться, но вот свойством вот такой вот кооперативности, не кооперативности, а NMDA-зависимой потенциации, которая выступает в качестве такого детектора совпадений, все эти связи обладают. То есть, этот механизм, он действительно важен для того, чтобы понять, как вообще вот нейронная сеть работает. Да, значит, возвращаясь, собственно, к молекулярным механизмом, ну, в данном случае долговременной потенциации, именно вот этой вот такой наиболее разработанной, это между колторалями Шафера и пирамидами С1. Значит, когда происходит, как вы, наверное, помните из прошлых лекций передача возбуждения между прессинаптическим и постсинаптическим нейроном, выделяется глутамат, который связывается с двумя типами рецепторов. Это ампорецепторы и NMDA-рецепторы. Ампорецептор при этом открывается, в клетку входит натрий, вызывается дополяризация, собственно, возникает ВПСП. А вот NMDA-рецептор, несмотря на то, что глутамат с ним связался, он остается закрытым. Остается закрытым из-за того, что в нем сидит ион магния, так называемый магниевый блок, который не дает свободному протеканию ионов через него. Что же происходит при выработке долговременной потенциации? Вот эта вот высокочастотная татанизация, она дает настолько мощный выброс глутамата, что деполяризация, которая вызывается открытием ампорецепторов, настолько сильная, что она вызывает снятие вот этого магниевого блока из NMDA-рецептора. То есть ион магния выскакивает из NMDA-канала, и он становится проницаемым для ионов кальция. И в клетку как бы входит кальций через NMDA-каналы, и концентрация кальция значительно увеличивается. И в дальнейшем этот кальций, связавшись с кальмодулином, активирует различные протенкиназы, и камки кеназу, и протенкиназу С и так далее. Активирует, в общем, запускает множество различных каскадов внутриклеточных посредников, которые тем или иным способом увеличивают эффективность вот этой синаптической передачи. Одним из таких ярких и быстро наступающих событий является активация камкей, который фосфорилирует ампорецептор и заставляет его работать более эффективно. То есть это вот такой самый первый ответ на атотонизацию, то, что в первые секунды, почему ответ возрастает. Именно из-за того, что фосфорилируются ампорецепторы, они обеспечивают больший ток. Что происходит дальше? Не зря долговременная потенциация называется... Да, ну, соответственно, вторым после их непосредственного фосфорилирования еще возможно встраивание новых ампорецепторов, которые находятся в Шипике рядом с этим местом. Как правило, внутри в цитоплазме, они образуют вот такие экзосомы, которые встраиваются в мембрану, и количество рецепторов просто увеличивается. Это как бы вот уже чуть более отдаленный этап долговременной потенциации. Увеличивается количество ампорецепторов, поэтому увеличивается ответ. Ну, собственно, долговременная потенциация, потому она называется долговременной, что действительно она длится долго. То есть если на срезе, то она будет там длиться так долго, как вообще этот срез живет. То есть несколько часов, до шести часов она длиться может. Соответственно, если ее вырабатывать, ее можно выработать и на целом животном инвива, то она там будет длиться и существенно дольше. Так вот, да, и здесь на самом деле очень важный момент. Это работа именно вот этого НМДА-канала, который является таким молекулярным детектором совпадений. То есть это именно та молекула, которая обеспечивает ассоциативность всему этому процессу. И здесь невозможно не вспомнить про правила ХЕБА, которое было сформулировано, вообще говоря, в 1949 году задолго до открытия долговременной потенциации. И часто упрощенно это правило формулирует так, что клетки, которые разряжаются вместе, связь между ними усиливается. The cells that fire together, wire together. Но, в принципе, это упрощенная и не совсем правильная формулировка. И более правильная, которая более близка к тому, что говорил сам ХЕБ, заключается в том, что если нейрон А постоянно участвует в генерации потенциалов действия в нейроне Б своими входами, то тогда связь между ними усиливается. И, собственно, вот поэтому ассоциативная пластичность, она до сих пор в память ХЕБа называется именно хебовской пластичностью, то есть ассоциативной. Этот механизм, понятно, что он может нам помочь ассоциировать два события. Например, слабый стимул, например, тактильная слабая стимуляция. Если мы представим, что тактильная, что слабая стимуляция, это мы немножко как бы тоже моделируем здесь. Слабый стимул вызывает только открытие АМПО-каналов и не открывает НМДА-каналы. А если в это время приходит сильный стимул, например, болевое воздействие, которое вызывает мощную дополяризацию, причем это может быть другой синапс, и вот это сильное воздействие может прийти в другой синапс этой клетки. Так вот эта сильная дополяризация, она вызывает открытие, элиминацию магниублока НМДА-канала. И таким образом происходит ассоциативное усиление именно этого синапса. И, собственно, из вот этих механизмов появляется такой важный механизм, как spike timing dependent plasticity. И, как я уже говорил, поскольку все принципиальные нейроны в нейлокортексе являются гултоматергичевкими, и, по крайней мере, близлежащие клетки связаны друг с другом, то в них работают именно все вот эти механизмы ассоциативной пластичности. В чем, вообще говоря, заключается вот это вот spike timing dependent plasticity, или STDP? Что если у нас есть два нейрона, pre- и постсинаптические, и они связаны друг с другом, мы оба из них можем регистрировать, то если потенциал действия в первом нейроне как бы подкреплять, то есть через какое-то время давать потенциал действия в другом нейроне и производить несколько таких сочетаний, ну, скажем, сотню, то эта связь увеличится. И оказалось, что вот это вот временное окно, которое должно быть между первым стимулом и вторым, оно небольшое. И, в принципе, вот если варьировать вот это временное окно, то вот это вот получается такой график, который отражает именно свойства большинства глутаматергических синапсов. То есть если второй синапс, то есть здесь отложено время между первым и вторым стимулом, а здесь амплитуда изменений и направленность изменений. То есть если второй подкрепляющий как бы стимул следует с небольшим временным задержкой, то развивается потенциация. Если наоборот, вот как бы подкрепляющий стимул в постсинаптическом нейроне давать перед прессинаптическим, то развивается депрессия. Ну и как мы понимаем, что вот это временное окно, оно, собственно говоря, определяется вот этими временем, ну фактически временем, сколько длится ВПСП. То есть у нас деполяризация, то есть магниевый блок должен сняться тогда, когда еще глутамат действует и на НМДА-рецепторы, и в главном случае на НМДА-рецепторы. Ну, соответственно, долговременная потенциация, она так же, как и на Аплизии, так и здесь, естественно, зависит от синтеза белка и активации генетической машинерии клетки. То есть, в принципе, тот же самый вход кальция, он запускает каскад процессов, также транслокацию циклического, вернее, ну, транслокацию спритонкиназа А в ядро, где также происходит фосфорилирование КРЕП, и запуск синтеза сначала ранних генов, затем и поздних генов, соответственно, которые из себя представляют структурные элементы синапса, это и АМП-рецепторы, и тубулин, и так далее, которые, опять-таки, транспортируются в этот потенциированный синапс и обеспечивают поддержание такой долговременной потенциации. И здесь мы также, как и с Аплизием, сталкиваемся с проблемой синаптического мечения. А откуда вот эти вот продукты новые знают, какой именно синапс нужно усиливать? Ну, да, пожалуй, наверное, мы... А, ну да, действительно. Ну, я так понимаю, что мы все равно по времени не особенно не ограничены. Ну, тогда можем действительно немножко задержаться. В 97-м году была опубликована тоже потрясающая работа Фрея и Морриса, которая, ну, вообще говоря, воспроизводит вот эти эксперименты на Аплизием с захватом вот такого, как бы, сигнала потенциирующего от ядра клетки. Но это было сделано на гиппокампе с долговременной потенциацией. Значит, они также регистрировали от нейронов С1, но использовали не один стимулирующий электрод, а два стимулирующих электрода, соответственно, которые стимулировали разные субпопуляции аксонов, причем не пересекающиеся. Ну, и вот оказалось, что если вот произвести татанизирующее воздействие, которое вызовет долговременную потенциацию одного входа, то на другой вход оно, в общем-то, особенно и влияние не оказывает. Причем, что интересно, так же, как и на Аплизи, как мы помним, один пульс серотонина вызывал только кратковременную потенциацию, а пять пульсов вызывало долговременную. То же самое и здесь. Они использовали несколько как бы таких татанизирующих пачек стимулов, которые вызывали вот такую вот долговременную потенциацию. Если же давать всего одну такую короткую татанизирующую стимуляцию, то развивается так же, как и на Аплизи, только кратковременная пластичность, которая через некоторое время спадает. Так вот, оказалось, что если сначала произвести сильную татанизацию одного входа, который вызывает долговременные изменения, а потом вот такую слабую татанизацию другого входа, то этот другой вход так же продемонстрирует долговременную потенциацию. То есть все очень похоже на то, что мы видели на Аплизи. Слабое воздействие оно само по себе не может запустить синтез белка и экспрессию новых генов, но оно может поднять этот синаптический флажок и сказать, что да, я тоже потенциирован и готов использовать вот эти продукты, которые клетка насинтезировала для других синапсов. Какой же здесь может быть механизм? Ну вот один из механизмов синаптического мечения, который был предложен, это активация притонкиназа Мюзетта. Собственно, это была вся эта идея разработана Тоддом Сактором. Вот картинка из одного его обзора. В принципе, все очень похоже на вот эти прионоподобные белки в Аплизии. То есть также существует МРНК вот этой протенкиназа Мюзетта, которая не транслируется в норме и она транспортируется в синапс. Правда, здесь это происходит в отличие от Аплизии в постсинаптическом компартменте. Когда происходит какое-то воздействие, которое вызывает ЛТП, повышение кальция, активация всех протенкиназ, это снимает трансляционный блок и вот с этой МРНК начинает считываться белок, начинает формироваться вот эта протенкиназа Мюзетта. И эта протенкиназа Мюзетта, она обладает способностью, например, она способствует латеральной диффузии АМПа-рецепторов, то есть увеличивает количество АМПа-каналов синапси, таким образом этот синапс потенцирует. Но при этом она еще обладает таким свойством, она обладает, то есть вот этот трансляционный блок, который существует, он определяется ингибиторным белком ПИН-1. Так вот, когда эта протенкиназа появляется и она сразу становится активной, она снимает свою собственную блокировку, она уменьшает количество этого ПИНа и вызывает новую трансляцию с вот этой локальной МРНК, новых молекул протенкиназа Мюзета, и таким образом точно так же получается вот такой самоподдерживающийся механизм, который вот именно метит данный синапс и говорит, что он активирован и он будет использовать новые молекулы, синтезированные ядром клетки. Соответственно, вот удивительной вещью, которая всплыла в соответствии с этой гипотезой, вот эту протенкиназу Мюзета можно заблокировать и блокируется она таким пептидом, который называется ZIP, Z-ingibitary peptide, и оказалось, что вот этот вот ZIP, это фактически, но чуть ли не единственное вещество, которое может стереть уже образованную память. То есть, если применить блокаду и разрушить этот самоподдерживающийся цикл, как бы погасить вот эту метку, то вот этот потенцирующий след, он стирается. Удивительно оказалось то, что вот этот пептид один и тот же, он стирает уже, то есть можно животному обучить чему-то, потом ввести в соответствии структуры мозга этот пептид, и все, чему оно научилось, животное забывает. Удивительным образом этот пептид работает одинаково хорошо на разных животных, и на крысах, и на мышах, и, например, на улитках, что, конечно, удивительно, потому что, ну, даже блокаторы каналов, вообще говоря, на улитках и на, скажем, крысах работают совершенно по-разному. Тем не менее, вот, как бы мы даже в своей лаборатории и на Аплизи он применялся, и мы применяли его на виноградную улитку, он действительно позволяет стереть уже, как бы, сформированную память. Как бы, ложкой дегтя в бочке вот этой прекрасной теории служат, конечно, эксперименты с нокаутными мышами по протенгеназе мюзетто. Ну, например, показано, что если вот эту протенгеназу мюзетто полностью нокаутировать у животного, тем не менее, эти животные, во-первых, а, могут учиться, и, б, зип тоже на них действует, и память также стирает. Вот. Ну, поэтому здесь, как и часто бывает во многих других областях науки, есть два лагеря, которые, один из лагерь, согласно, считает, что да, это вот протенгеназа мюзетто, это такой универсальный механизм мечения синапсов и универсальный механизм памяти, а другой лагерь считает, что нет, это все как бы вранье, и вот какое-то есть неспецифическое действие этого зипа. Вот. Но, в принципе, действительно, действие это очень удивительное, потому что вот этот вот процесс блокирования уже готовой памяти, оно происходит на разных животных. Но, тем не менее, по крайней мере, вот что интересно, что это такой вот предложенный механизм как бы синаптического теггинга, синаптического мечения на разных животных, и, в принципе, механизм близкий, да, то есть это существование какой-то спящей МРНК, которая находится в синапсе или в прей или в постсинапсе, и когда она активируется, то ее собственный продукт снимает ее собственный трансляционный блок. То есть совершенно разные молекулы, но, в принципе, что интересно, механизм абсолютно такой же, и возникает такое как бы самоподдержание. Вот. Значит, ну, долговременная потенциация, она обладает, ну, одно из важных ее свойств это ассоциативность, синапс специфичность, то есть, как мы видели, в одном входе она может выработаться, в другом не выработаться, и также кооперативностью, когда, вот, как бы, разные входы, они могут провести к ее, сумматься, вернее, разных входов одновременно, даже слабых, она может привести к ее выработке, при том, что один вход не вырабатывает. И здесь важно понимать, что если бы в мозге была бы только одна потенциация, то понятно, что такой мозг довольно быстро бы исчерпал все возможности, связанные с обучением, и, в общем-то, существовать дальше бы не мог. Но, естественно, помимо долговременной потенциации существует и долговременная депрессия. В принципе, довольно схожий феномен, который можно показать на том же срезе гиппокампа, на тех же синапсах. И самое интересное, что примерно такое же воздействие, как и вызывает потенциацию, если после определенного тестирования мы даем высокочастотную тотанизацию, возникает потенциация, если на этом же синапсе дать стимуляцию низкочастотную, скажем, с частотой 1 Гц, то после вот такой стимуляции наоборот возникнет депрессия вот этой синаптической передачи. Еще более интересно, что механизмы индукции LTP, LTD, вообще говоря, они очень близки. То есть в некоторых синапсах это тоже требует выработка долговременной депрессии, также требует активации НМДА-рецепторов и также входа кальция внутрь клетки. И разница между тем, что в этом синапсе выработается потенциация или депрессия, оно зависит от того, сколько кальция вошло. Если кальция вошло много, то активируется протонкиназа А, С и так далее, и происходит потенциация. А если вошло кальция мало, ниже какого-то определенного, но вошло, то активируются протеинфосфатазы, происходит наоборот дефосфорилирование ампорецепторов, и они теряют родство глутамату плюс латеральная диффузия, и количество их уменьшается. То есть два этих естественно процесса существуют параллельно, и долговременная депрессия не менее важна для обучения, так же как и долговременная потенциация. депрессия ну да, то есть пожалуй немножко я еще займу ваше время, немножко не рассчитал действительно длительность, как раз при этом мы подошли что называется к самому интересному, потому что как вот я уже говорил, то, что синаптическая пластичность является основным механизмом памяти, это гипотеза. Это такая гипотеза, которая мощно подтверждена, но тем не менее это не такой постулат, который абсолютно четко доказан. И до сих пор, вернее, чем дальше, тем больше появляется и работа разных мнений, что вот долговременные изменения синапсов не может обеспечить хранение информации годами. Ну, как бы тут потому, что и синапсы нестабильны, и время жизни молекул, и белковых оно невелико. И, ну, в общем, сколько существует вообще биология давно и молекулярная биология. Естественно, что мы знаем, что одна из самых устойчивых молекул в клетках это ДНК. Не прекращаются попытки именно вывести механизмы хранения памяти, связанные именно с модификацией молекул ДНК. Ну, и как бы на эту мельницу льет много воды вот последние работы с роли эпигенетических механизмов, когда, вот, как мы видели, и ацетилирование гистонов на плезе, и, соответственно, оно же происходит и у позвоночных, оно приводит к долговременным изменениям экспрессии тех или иных генов. Ну, или метилирование деметилирования ДНК, другой уровень такой эпигенетической регуляции. Вот, поэтому вот в 2000 году вышла такая очень как бы сильная работа Мартина и Ричарда Морриса, которые выдвинули несколько таких вот как бы критериев, которые, будучи все выполненными, они бы доказывали, что действительно синаптическая пластичность является основным субстратом обучения и памяти. Ну, вот какие эти четыре критерия, то есть критерии, которые устанавливают необходимость и достаточность вот синаптической пластичности как субстрата памяти. Детектируемость. Значит, если животное чему-то научилось и показывает какую-то память, то значит, должно быть видно изменение собственно синаптических связей. Мимикрия. Наоборот, если искусственно как-то изменить синапсы, то мы должны смочь вызвать искусственные воспоминания у животного. Антероградное повреждение. Если каким-то образом предотвратить индукцию синаптической пластичности, то это должно привести к нарушению памяти у всего животного. Ну, и ретроградное повреждение или вмешательство, то есть, наоборот, если мы каким-то образом сможем стереть выработанные синаптические изменения, то это должно стереть память. Ну, нетрудно понять, что вот этот третий критерий антероградное повреждение, он наиболее просто показываемый и разработанный, то есть, в принципе, практически все, что может изменить, что блокирует синаптическую пластичность, блокада НМДА-рецепторов, блокада синтеза белка, эпигенетические блокаторы, все, что на, ну, грубо говоря, на срезе блокирует ЛТП, все то же самое и заблокирует и у целого животного обучение. С другими критериями, конечно, сложнее, но тоже как бы есть примеры. Ну, детектируемость. Как мы видели, собственно, основным поддержанием долговременной пластичности, это, если говорить про потенциацию, это встраивание новых ампорецепторов в синапс. Так вот, если сделать генетически модифицированное животное, у которых ампорецепторы повечены флуоресцентным белком, то можно увидеть, как после обучения в соответствующих областях мозга можно увидеть, как вот эти флуоресцентные ампорецепторы больше встраиваются в постсинаптическую мембрану. Мимикрия, ну, это как бы наиболее, наверное, сложный критерий, то есть делать искусственное воспоминание у животного, искусственно каким-то образом изменив синаптические связи. Но пример мемикрии тоже такой есть, как раз связанный с фир-кондишенингом, с вот этим обучением. Была работа, в которой в латеральном ядре амигдалы экспрессировали светоактивируемый канал ченлородопсин, и появилась возможность активировать эти нейроны просто через оптоволокно при помощи света. И так вот оказалось, что если сочетать предъявление животному тона звукового с активацией вот этих вот с этого активации ядра, то можно выработать вот такую реакцию страха на звуковой стимул без применения собственно болевого воздействия. То есть вот фактически это искусственное воспоминание. Ну если говорить ретроградное повреждение, то здесь ну вот одним из ярких примеров является вот тот сам облокатор претенкиназа мюзета, это зип, который действительно показано, что он и, грубо говоря, на срезе снимает долговременную потенциацию и также будучи введенным животному он также может стереть воспоминания. Вот, но тем не менее как бы нападки на эту гипотезу продолжаются и в основном они связаны с тем, что в последние годы например появилось очень много таких техник визуализации, которые позволяют у целого животного пометить, то есть экспрессировать например флуоресцентный белок в нейронах и отслеживать индивидуальные шипики на протяжении довольно длительного времени, буквально месяц работ таких появляется все больше и больше и что интересно результаты которые они сообщают зачастую совершенно противоположные то есть есть работы которые показывают что шипики чрезвычайно подвижны и неустойчивы и буквально там за неделю происходит их полный турновер и в общем старые исчезают появляются новые есть работы которые говорят нет наоборот они очень устойчивы и приводят примеры когда на протяжении нескольких месяцев сохраняются одни и те же шипики и вот процент их изменения довольно небольшой вот и здесь я как раз вот собственно хотел рассказать две работы недавние сделанные на аплизе собственно зачем нам нужна была аплизе что это не только какой-то вот исторический такой кунштюк а действительно важный объект который позволяет делать новые какие-то и очень интересные работы так вот две работы которых хотел рассказать они также вышли из лаборатории Глянсмана и используют вот тот самый максимально упрощенный препарат который состоит из двух нейронов это мотонейрон и сенсорный нейрон и как мы помним да они образуют в культуре синаптическую связь как мы помним если аплицировать серотонин пять раз то возникнет долговременное изменение этой связи то есть ВПСП между сенсорным нейроном и моторным вырастет и это хранится долго там сутки или двое так вот что же они сделали они как бы пометили различными флуоресцентными красителями пресинаптический и пустсинаптический нейрон и посчитали количество синаптических бляшек которые то есть фактически количество синапсов между пресинаптическим и поссинаптическим нейронам ну вот здесь пример такой картинки то есть ноль часов до воздействия серотонина вот стрелочками отмечены синапсы то есть в исходном между этим нейронам было между вот этими этой парой нейронов было три синапса предположим что каждый синапс дает один милливольт значит амплитуда ВПСП была три милливольта потом фасилитирующие воздействия серотонин и синапсов стало пять раз два три четыре пять то есть амплитуда ВПСП выросла до пяти милливольт отлично когда же мы смотрим через сорок восемь часов то мы видим что синапсов ну уже шесть то есть амплитуда еще увеличилась шесть милливольт но здесь синими стрелками показаны те синапсы которые уже были в нулевой отредке времени красными стрелками те синапсы которые возникли в результате фасилитирующего воздействия а зелен а желтыми стрелками те синапсы которые возникли уже спонтанно на точке сорок восемь часов и что же оказывается оказывается что вот этот вот синапс который возник собственно от серотонина да и если в нем запустилась вот эта синаптическая метка которая теперь будет поддерживаться говорить я фасилитирован мне нужны новые продукты, мы видим, что этот синап исчез, а вместо него возникли новые. То же самое, исчезли два синапса, которые были исходно, а вместо них возникли новые. То есть что получается, что действительно между этими клетками потенциация сохраняется на протяжении даже двух суток в культуре, но тем не менее физически она обеспечивается совершенно разными синапсами в начале и в конце. Больше того, можно, скажем, применить ингибитор белкового синтеза, анизомицин или протеинкиназа С и снять эту потенциацию, вернее, не дать ей перерасти в долговременную форму. И произойдет только кратковременная фасилитация. Что же мы видим? В нулевой точке опять у нас было три синапса, грубо говоря, 3 мВ было ВПСП. Потом мы апплицировали серотонин, он вырос до 1, 2, 3, 4, 5. Теперь стал 5 мВ, потому что здесь есть 5 синапсов. Потом мы не дали этой потенциации, заблокировав белковый синтез, перерасти в долговременную форму, и опять у нас стало три синапса, опять эта связь вернулась к амплитуде 3 мВ. Но синапсы совершенно разные, которые были физически в начале эксперимента и в конце. То есть на уровне ВПСП действительно амплитуда связи показывает и потенциацию, и потом депотенциацию, но при этом эта информация получается зашифрована не в конкретных синапсах, а в чем-то еще. То есть какая-то у нейрона есть метаинформация, что да, между нами связь должна быть увеличена, но материальный субстрат вот этого увеличения, то есть где эта синаптическая метка находится, то есть видимо она каким-то образом размазана что ли по дендритному дереву. Ну и да, я понимаю, что я все перебрал, но не могу не рассказать тоже такой граундбрейкинг эксперимент, тоже из этой же лаборатории, вот в 2018 году вышла, с переносом памяти. Ну в принципе да, такие эксперименты были в 60-е годы еще, когда там люди учили крыс, потом из мозгов делали экстракт, вводили не обученным крысам и показали, что как бы крысы обучаются. На планариях такое было, но потом в общем оказалось, что все это там неправда, все это не воспроизводится и идея эта была забыта. Но тут вот в 2018 году, в общем, той же группой, что и предыдущая работа Глянцмана на аплизию, был показан возможность вот такого переноса памяти. Что же они сделали? Они обучили аплизию долговременной синститизации, как мы с вами видели, и разобрали все механизмы, то есть пять раз болевое воздействие хвоста. После этого они из мозга выделили РНК, ввели эту РНК не обученным животным, и не обученные животные продемонстрировали как бы те же результаты, как будто они были обучены. То есть на слабое прикосновение к сифону они продемонстрировали сокращение жабры. Больше того, они попытались найти, естественно, клеточные механизмы, что же произошло в нейронах, и налили вот это вот РНК из обученных животных на культуру нейронов. Ну, естественно, было ожидать, что между сенсорными и моторными нейронами возникнет потенциация связи. Но никакой потенциации связи между сенсорными и моторными нейронами они не нашли. Ну, то есть она была недостоверной. Вместо этого они обнаружили, что увеличилась возбудимость сенсорных нейронов. То есть в ответ на ступеньку тока, раньше они выдавали одно количество потенциала в действие, а после того, как на них подействовало РНК из обученных животных, увеличила их возбудимость. И это клеточный механизм, который может объяснить эффект переноса памяти. То есть получилось, что механизм, вообще говоря, реализации этой памяти совсем не тот, который происходит в нормальном животном. Но, тем не менее, в феноменологически действительно вот такой вот перенос памяти существует. Ну, известно, кстати, что РНК же она очень нестабильна и тоже не очень понятно, каким образом она осталась живой. Но предполагают, что, во-первых, тут могут быть короткие некодирующие РНК, как бы субстратом этого переноса. И, больше того, они могут образовывать такую кольцевую форму, которая гораздо более чувствительна, более стабильна. И вот именно выступать субстратом таких переносов. То есть это не кодирующая РНК, это, скорее всего, какая-то вот, ну да, мы не успели об этом тоже поговорить, а она именно может выполнять какие-то регуляторные функции. Потому что было показано, что вот этот вот процесс, он блокируется эпигенетическими всякими блокаторами, которые блокируют метилирование ДНК. То есть это явно какой-то, в общем, регуляторный механизм. То есть в чем была идея вот этих последних двух слайдов? В том, что основная гипотеза, что синаптическая пластичность – это основа обучения памяти, это, в общем-то, не догма. Это не догма такая незыблемая, но это наиболее как бы вероятная гипотеза, которая позволяет, да, она, так же, как там теория Дарвина, есть тоже проблемы, которые ей сложно объяснить. Но, тем не менее, вот из всех остальных она наиболее как бы разработана и имеет наибольшее количество доказательств своей правомерности. Но, тем не менее, как мы видим, все больше и больше накапливается фактов, которые вот она объяснить не может. Ну вот, да, извините за это самое, за то, что я немного перебрал. И, в принципе, есть еще более удивительные вещи, о которых я не успел рассказать. Ну ладно, как-нибудь в другой раз. Спасибо большое. На самом деле у вас на этой неделе еще лекция в пятницу. Вы можете там дорассказать как раз, там микроэлектронные технические методы. Ну, можем. И как примеры мы можем это еще вот обсудить. Ну, кстати, да, потому что, наверное, там не так много... По методам, а там как раз примеры статей. Можно. Последних исследований. Да, да, я подумаю, может быть, если действительно там как бы меньше будет о чем говорить, то можно туда будет добавить. Хорошо. Коллеги, у нас есть две минутки для вопросов. Если есть вопросы, задавайте. Ну, и можно ли действительно их и на следующую лекцию перенести, потому что там, я думаю, будет там как бы посвободнее, наверное. Следующая лекция Степаничев. Нет, нет, нет. 30-го. Да, 30-го апреля в 10 утра, да. Да, да. Я думаю, что там больше времени, потому что там фактического материала, в общем-то, меньше, и возможности поговорить, наверное, будет больше. Да, мне кажется, потому что это самое интересное, в принципе, последнее исследование. А у меня тогда вопрос, на самом деле, к началу лекции, там еще было в имплицитной памяти прайминг указан. Он, в принципе, активно в человеке, ну, в исследованиях человека используется, а есть какие-то животные модели с праймингом. Ну, вот, собственно, да, я поэтому его и не стал принять, потому что существенно меньше, естественно, в животных исследованиях он используется, чем поэтому... Но он есть, то есть там есть какие-то доказательства? Он есть, есть, да, да. Ну, конечно, не на аплизии, вот, но да. Ну, это не аккордок сочетается, прайминг, да. Ну, да, да, естественно, да. Вот, поэтому, да, это, конечно, тоже все делается, но просто, естественно, как бы тут ограничились именно тем, что вот наиболее, как бы, straight forward. Хорошо, спасибо большое всем. Мы тогда встречаемся в следующую пятницу в 10 утра. Ссылка Zoom та же самая. Я постараюсь сделать анонс правильно, без ошибок. Ну, в принципе, можно уже как бы привыкнуть. Ну, и, видимо, у нас нерабочие дни, и мы тогда пропускаем пару лекций. Ну, наверное, да. Четвертого и седьмого их не будет, поэтому... Да, Михаил Ильич как раз должен продолжить. Да, Михаил Ильич должен сделать задержку. Хорошо, спасибо большое. Конечно, спасибо. Спасибо.